Беседа 17. Деяния 7.35 «Сего Моисея, которого не отвергли, сказавший, кто тебя поставил начальником и судьею, всего Бог, среди ангела явившегося в терновом кусте, послал начальником и избавителем». Это весьма близко относится к предложенному Стефаном предмету. «Сего Моисея, какого сего? Того, который подвергался опасности погибнуть, которого и визеи презрели, которого не отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником, подобно тому, как о Христе говорили. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Всего Бог избрал, поставил избавителем рукой у ангела, который сказал ему, я есть Бог Авраама. Этим он показывает, что бывшие при Моисее чудеса совершены были Христом. «Сей!» То есть Моисей. Посмотри, как Стефан изображает славу его. «Вывел их, — говорит, — сотворил чудеса, то есть которого они также презрят и повергнут гонением. Пророка, — говорил он, — вам воздвигнет Господь. Его, как меня, слушайте». Его Ирод хотел убить, но он спасся в Египте, подобно тому, как и тот в детстве подвергался гонениям. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Опять это происходило, когда еще не было ни храма, ни жертвоприношения. С ангелом, — говорит, — принял слова живые, чтобы передать нам. Этим он показывает, что Моисей не только творил знамения, но и дал закон, как и Христос. И как он сначала творит знамения, потом дает закон, так точно и Христос. Но евреи, привыкшие никогда не покоряться, не послушали его и после знамений и чудес, бывших в течение сорока лет. И не только не послушали, но сделали противное, на что указывая, Сифан и присовокупил, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, и сказавшая Аарону, — сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израиля, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжении сорока лет в пустыне? Вы приняли скинье Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее в Вавилон, — предал, — говорит, — их. Скинье свидетельство было у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею, сделать ее по образцу им виденному. Хотя скинье было, но жертв еще не было. А что их не было, об этом ясно говорит пророк. Приносили ли вы за колени и жертву мне? Скинье свидетельство было, но не принесло им никакой пользы, и они погибли. Так же и знамения ни прежде того, ни после не принесли им никакой пользы. Отцы наши с Иисусом, взявшие ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Видишь ли, что и то место, и свято, где присутствует Бог. Потому он и сказал, в пустыне, чтобы сравнить одно место с другим. Затем следовало и благодеяние. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Молил о построении храма Давид, великий и чудный. Но не получает просимого, создает его отверженный Соломон. Потому Стефан и говорит. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Это уже сказано и предыдущими словами, но подтверждается еще и голосом пророческим. Небо престол мой, и земля под ножей ног моих. Какой дом-то зижите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Не удивляйтесь, говорит, что Христос благотворит и тем, которые отвергают царствие его. То же было и при Моисее. Он не просто извел евреев, но после того, как они пробыли в пустыне. Видишь ли, что и те знамения были для них. Кто беседовал с Богом, был спасен чудесным образом. Только сделал и имел такую силу, того пророчества, доказывает Стефан, непременно должно исполниться. И он не может противоречить самому себе. Впрочем, обратимся к вышесказанному. Сей есть, говорит Моисей, который сказал, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня его слушайте. Мне кажется, на это изречение указывает и Христос, когда сказал спасение от иудеев, разумея самого себя. Сей был в пустыне с ангелом, говорившим ему. Вот опять указывает, что Христос дал закон, так как он был с ним, Моисеем, в собрании в пустыне. Здесь же напоминает и о великом чуде, случившемся на горе Синайской. Во всем чуден Моисей, но особенно, когда нужно было дать закон. Что значит слова жизни? Разумеет те, которые их исполнение раскрывалось в словах его. Или пророчества. Затем следует обвинение правцев, которые после знамения чудес и по получению слов живых не захотели, говорит, послушать его. Хорошо он сказал слова жизни, показывая тем, что есть слова и неживые, о которых упоминает Иезекииль, когда говорит, дал вам заповеди недобрые. Иезекииль 20.25. Противоположность таким словам он прибавляет живые. Но вы отринули их и обратились сердцем своим в Египет. Где они стонали, где бопили, откуда призывали Бога. И сказали Аарону, сделай нам богов, которые вы шли перед нами. 164. О, безумие! Сотвори, говорит. Куда, чтобы шли? В Египет. Видишь ли, как неохотно они расставались с обычаями египетскими. Что ты говоришь? Не хочешь дождаться того, кто вывел, но отказываешься от благодеяния и убегаешь от благодетеля. И смотри, как они оскорбляют его. Ибо Моисея, говорит, который вывел нас из земли египетской, нигде не упоминает имени Божия, но все приписывает Моисею. Когда нужно было им быть благодарными, тогда они обвиняют Моисея. А когда нужно было исполнять закон, тогда не помнят уже и о Моисею. Он сказал им, что восходит на горы для получения закона, а они не подождали сорока дней. Сделай нам богов. Не сказали Бога, но богов. Так они неистовствовали, что и сами не знают, что говорят. И сделали тельца в днике и принесли жертву идолу. Видел ли ты крайнее безумие? Там, где бог явился Моисея, они делают тельца и приносят ему жертву. И веселились. Чего надо было стыдиться, тому они радовались. И что удивительного, если вы не признаете Христа, когда вы не признавали ни Моисея, ни Бога, открывшегося в стольких знамениях. Но они не только не признавали, но еще и иначе оскорбили их, сделав идолов. И отвратился Бог от них. Отсюда и произошли эти обычаи, отсюда эти жертвы. Они сначала приносили жертвы идолам, на что и указывая, и Давид говорит, и сотворили тельца в Хариве, и поклонились истукану. Салом 105.19. Так как прежде этого нигде не упоминается о жертвах, но были заповеди живые и словеса живые, то нигде не было и жертвенных обрядов, а только чудеса и явления знамений. Ибо, как написано в книге пророков, здесь Стефан привел свидетельство не без цели, но для того, чтобы показать, что в жертвах нет нужды. И смотри, что он говорит. «Приносили заколения и жертвы». Он сказал в виде обличения, слова его означают следующее. «Вы не можете сказать, что вы стали приносить жертвы идолам, подобно тому, как приносили их мне. И это было в пустыне, когда Бог особенно руководил их. И приняли скинью Молохову, от ней получили начало жертвы. И переселю вас дали Вавилона. Так и плен есть наказание за нечестие. Но почему, скажем, скинья названа скинья и сведения? Потому что она была для того, чтобы они имели Бога свидетелем. Для этого только она и существовала. По образу сказано, показанному тебе на горе. Исход 25.40. Следовательно, образец ее показан был на горе. И она была носима в пустыне, а не стояла на месте. Скинии же свидетельство называется ни почему-нибудь другому, как по чудесам и заповедям. Впрочем, ни она, ни они не имели храма. И самый образец ее показан был, следовательно, самим ангелом. Даже до дней Давида, говорит. Следовательно, до того времени не было храма. Хотя и были изнаны языческие народы, о которых он говорит. Это же он сказал опять с целью доказать, что тогда не было храма. На что я говорю, было столько чудес и еще не было храма. Вот были и первая скинья была, но еще не было храма. Давид молил обрести благодать перед Богом. Молил и не создал храма. Следовательно, храм не составлял чего-нибудь важного. Хотя некоторые считали Соломона великим за построение храма. И даже за это ставили его выше отца. Но что он не был выше отца и даже не равен ему, а только кажется таким во мнении толпы. Это он объяснил и присовокупил. Но Всевышний не в рукотворенных храма живет. Как говорит об этом пророк. Что небо, престол мой, земля, под ножей ног моих. Да и это, небо и земля, не достойны быть велищем Бога. Как творение, как дело руки его. Смотри, как он убеждает их мало-помалу. Из пророка он доказывает, что даже эти творения нельзя назвать достойными Бога, жилищем Бога. Для чего же, скажет он, говорил потом так обличительно. У него было великое дерзновение, как у человека, готового на смерть. Я думаю, об этом он знал по откровению. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Когда Бог не желал, чтобы были жертвы, вы приносили жертвы. А когда желает, вы не приносите их. Когда Он не хотел давать вам заповедей, вы требовали их. А когда получили, то не родили они их. И еще, когда существовал храм, вы служили идолом. А когда Ему угодно, чтобы вы служили Ему без храма, вы делаете противоположное. Смотри, Он не сказал Богу противитесь, но Духу, так как Он не полагает никакого различия между ними. И еще больше говорит, как отцы ваши, так и вы. Так и Христос обличал их, потому что они всегда слишком много хвалились отцами. Кого из пророков не гнали отцы ваши, а не убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Обличает их в двух делах. В том, что они не признали пророков и что убили их. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. 166. Что это значит? Некоторые утверждают, что по словам его закон был составлен ангелами. Но это несправедливо, потому что когда же ангелы являлись составляющими закон? Но он называет его устроенным, то есть врученным Моисею ангелом, явившимся Ему в купине. Так как это был не человек. Итак, нет ничего удивительного, говорит, если вы совершили это, когда совершили и то. Если вы умертвили возвещавших о Христе, то тем более могли умертвить Его. Здесь он представляет их непокорными и Богу, и ангелам, и пророкам, и духу. И всем, как и в другом месте Писания, говорит, «Господи, пророков Твоих избили, и жертвенники Твои разрушили». Они, притворно защищая закон, говорили, говорит хульные слова на Моисея. А он показывает, что они сами еще более произносят хулу не только на Моисея, но и на Бога. И что они издревле так поступают, что они сами нарушили обычаи, в которых уже нет нужды. Что они, обвиняя и называя его противящимся Моисею, сами противились духу. И не просто, но даже и совершением убийства. И что издревле они враждовали против Бога. Видишь ли, как он доказывает, что они противились и Моисею, и всем, и не соблюдали закона. Моисей сказал, «Пророка восставит вам Господь» в 2 Законе 18.15. И прочие предсказывали об его пришествии. Так же и пророк говорит, «Какой дом созиждите мне? И еще приносили ли вы мне заколения и жертвы сорок лет?» Таково дерзновение мужа, несущего крест Христов. Будем же подражать ему и мы, хотя теперь и нет брани, но для дерзновения всегда есть время. И говорил, говорит Давыд, «О сведениях твоих перед царями и не постыжусь». Поэтому, встретимся ли мы с еленами, будем таким образом заграждать ему ста, но без гнева, без ожесточения. Если станем это делать с гневом, то это, кажется, уже не будет дерзновения, а страсть. Если же кротко, то это и есть истинное дерзновение, потому что не могут быть вместе в одно и то же время и добродетели, и порок. Дерзновение – это добродетель, а гнев – порок. Итак, мы, если хотим иметь дерзновение, должны быть чистыми от гнева, чтобы кто-нибудь не приписал ему слов наших. Если ты говоришь и правду, но с гневом, то все погубил. Будешь ли ты обличать или вразумлять, или делать что-нибудь другое? Посмотри на этого мужа, Стефана. Как он беседует без гнева, ведь он не оскорбил их, а только напомнил им о слове пророческом. А что он не был в гневе, это он сам показал, когда его мучили, а он молился за них и говорил, «Господи, не вмини им греха сего». Так он говорил, это не гневаясь на них, но сожалея и скорбя о них. И о лице его сказал писатель, видели лицо его, как лицо ангела. Так что и оно могло привлечь их. Будем же чистыми от гнева. Дух Святой не обитает там, где гнев. Гневливый подлежит проклятию. И невозможно быть чему-нибудь здравому там, откуда происходит гнев. Как во время бури на море происходит великое смятение и сильный крик, и никто тогда не имеет времени заниматься рассуждениями, так и во гневе. Если же душа хочет сказать или усвоить что-нибудь любомудрое, то наперед должна быть в тихой пристани. Не замечаешь ли, как мы, когда хотим рассуждать о чем-нибудь необходимом, мы сбираем места, удаленные от шума, где спокойствие и тишина, чтобы нам не развлекаться. И если же внешний шум развлекает нас, то тем более внутреннее смятение. И станет ли кто молиться, он молится напрасно, если делать это во гневе, раздражении. Станет ли говорить, будет смешным. Станет ли молчать, опять тоже. Будет ли есть и тоже повредить себе тогда. Будет ли пить или не будет. Будет ли сидеть или стоять, ходить или спать. Ему и во сне представляется подобное же. И что у таких людей небеспорядочно. Глаза отвратительны, рот искривлен. Члены тела напряженные, трясутся. Язык не обузан и не щадит никого. Рассудок помешан, одежда в непристойном виде. Во всем великое безобразие. Посмотри на глаза беснующихся, пьяных и неистовствующих от гнева. Чем они отличаются друг от друга? Не всюда ли безумие? Но ведь это бывает всегда только на время. Правда, неистовствующие бывают, одержим гневом на время. Но что может быть хуже этого? Еще не стыдиться и оправдываться. Я не сознавал, говорит, что сказал. Почему же не сознавал этого? Ты, существо разумное, имеющее рассудок. Почему ты действуешь подобно неразумным животным, как бы дикий конь, увлеченный гневом и яростью? Это оправдание, достойное осуждение. Желательно, чтобы ты знал, что говорил. Это слова гнева, скажешь, а не мои. Как гнева? Гнев не имеет силы, если не получит ее от тебя. Это подобно тому, как если бы кто сказал, это раны, руки мои, а не мои. Где, кажется, больше всего нужен гнев, как не на войне, во время битвы? Но и там, если что будет делаться с гневом, то все будет испорчено и погублено. Воюющим в особенности не следует гневаться. Нападающим в особенности не нужно раздражаться. Но скажешь, как же иначе можно сражаться? Разум он, конечно, спокойно. Сражение есть стояние одной стороны против другой. Разве ты не видишь, что и самые воины, подчиненные закону, порядку и времени? А гнев есть не что иное, как безумное раздражение. Безумный же не может сделать ничего разумного. 168. Так и он, Стефан, говорил это и не гневался. Или я говорил. Да коли вы будете хромать на оба колена. Но не гневался. И финиец совершил убийство, но не гневался. Гнев не дозволяет видеть, но как бы во время ночной битвы, закрывав все, и глаза, и уши, ведет туда, куда хочет. Избавим же себя от этого демона. Сокрушим его, когда он нападает на нас. Положим на персе знамение креста, как бы некоторые узду на него. Гнев есть бесстыдный пес. Но пусть он научится слушаться закона. Если пес при стаде так свиреп, что не будет слушаться приказаний пастуха и узнавать его голоса, то все потеряно и погублено. Он пасется вместе с овцами, но когда станет кусать овец, то делается вредным и его убивает. Если пес научится слушаться тебя, то корми его. Он полезен своим лаем против волков, разбойников и воров, а не против овец и не против домашних. Если же не слушается, то во всем вредит. И если не обращается внимания на приказания, то все губит. Итак, пусть не истощается кротость твоя, но самый гнев пусть хранит и питает ее. А он сохранит и в совершенной безопасности будет пасти ее тогда, когда будет истреблен нечистые и порочные помыслы истреблять. Когда будет всюду отгонять дьявола. Так кротость соблюдается тогда, когда мы не помышляем ничего худого против ближнего. Так мы делаемся достойными уважения, когда не учимся поступать бесстыдно. Ничто не делает так бесстыдным, как порочная совесть. Отчего блудницы бесстыдны? Отчего девственницы стыдливы? Первые не отгрехали, а последние не отцеломудрили. Ничто не делает так бесстыдным, как грех. Напротив, скажут, он производит стыд. Правда в том, что кто сознает себя, а бесстыдного он делает еще более дерзостным. Кто не сознает себя, тот становится дерзким. Когда придешь, говорит премудрый, придет нечистивый во глубину зол, то не родит. Прича 18.3 Бесстыдный бывает дерзким, а дерзкий отчаянным. Хочешь ли узнать, когда истощается кротость? Когда сокрушают ее порочные помыслы. Но если случится и то, что этот пес не будет стоять и громко лаять, то и тогда не должно отчаиваться. У нас есть и проща, и камень. Вы знаете, что я говорю? У нас есть и копье, и ограда, и затвор, где мы можем сохранить помыслы чистыми. Если пес ласков ковцам, но лает на чужих и не сонлив, то это хорошие качества пса. Когда он голоден, то и тогда не кусает овец. Когда и сыт, не щадит волков. Таков и гнев. Когда он раздражается, не должен отступать от кротости. И когда не раздражен, должен восставать против порочных помыслов. Своих хотя бы и бьющих его не оставлять, но признавать. А чужим хотя бы и ласкающим ее не давать пощады. Дьявол часто ластится, как собака. Но пусть всякий знает, что он чужой для нас. Так и мы будем любить добродетель, хотя бы она причиняла нам скорбь. А от пороха хотя бы он и доставлял нам удовольствие. Будем отвращаться. Не будем хуже псов, которые не убегают со своего двора, хотя бы их били и мучили. А чужому, хотя бы он и накормил их, скорее вредят. Так и гнев бывает полезен, когда он восстает против чужих. Что значит изречение? Гневающийся на брата своего напрасно. То же, что не мсти за себя и не воздавай злом. Если видишь другого погибающим, протяни ему руку помощи. Гнев не будет уже иметь места, когда ты будешь свободен от пристрастия к себе самому. Давид застиг Саула, но не разгневался и не взял копья, не вонзил в него, имея в руках своих врага. А отомстил дьяволу своей кротостью. Моисей, увидев, что чужой обижает еврея, убил его. А когда свой обижал своего, то не сделал этого, но братьев хотел примирить, а тех разделил. Хотя Писание называет его самым кротким человеком. Число двенадцать три. Однако и в нем иногда возбуждался гнев. Но мы не так. Когда нужно показать кротость, то бываем свирепее всех зверей. А когда нужно гневаться, то бываем всех ленивее и без печени. Таким образом, употребляя свои силы не на то, на что должно, мы тратим и жизнь свою напрасно, подобно тому, как снаряды. Когда употребляют их один вместо другого, портятся все. Так, например, а сектонит, имея меч, не будет употреблять его, когда нужно употребить, но будет действовать рукою, не достигнет успеха. И напротив, если употребить меч там, где нужно действовать рукою, то испортит все. Так же и врач. Если не отрезывает там, где должно, а отрезывает, где и не нужно, то портит все. Поэтому умоляю, будем истреблять это орудие, гнев, в свое время. Для гнева вовсе не время, когда мы должны помочь самим себе. А если нужно исправить других, тогда в особенности должно истреблять его, чтобы спасти других. Таким образом, всюду соблюдая себя от гнева, мы уподобимся Богу, исподобимся будущих благ, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, в Котором Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.